Параллельный импорт, который разворачивается на российском рынке, остался единственным способом пополнять запасы новых Volkswagen. Неоценимую помощь в этом оказывает китайский государственный концерн FAO, который вот уже 30 лет на 60% владеет совместным предприятием FAO Volkswagen. Благодаря этому СП на российский рынок нежданно-негаданно вышел седан Volkswagen Bora, о поставке целой тысячи машин договорился крупный дилерский холдинг. Технический Bora — это четырёхдверка гольф-класса, близкая к модели Jetta мексиканской сборки, которую официально продавали у нас два года тому назад за полтора-два миллиона рублей. Платформа, естественно, MQB, поэтому техническая начинка в целом знакома и клиентам, и сервисменам. Хотя силовая гамма с китайской спецификой. Если Jetta нам предлагали с калужским атмосферником 1.6 и турбомотором 1.4, то у Bora — основная часть тиража с безнадувным двигателем 1.5 и шестиступенчатым автоматом. Младшая версия стоит 2,5 миллиона рублей. Старшая — на 100 тысяч дороже. Комплектация Elite предполагает светодиодную оптику, 16-дюймовые колёса, комбинированную обивку сидений, климат и круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и контроль за полосой движения. Цвет — белый или золотистый. Ещё одна новинка, которую в России никто не ждал, — это электрический кроссовер ID.6, спроектированный для рынка Китая. Как легко догадаться, его тоже выпускают в поднебесные совместное предприятие VVW. Это крупный автомобиль размером с Touareg, только более приземистый. Платформа MEB предполагает разные компоновки, но в Россию привезён один вариант — с единственным 200-сильным электродвигателем и задним приводом. А вот батарея — топовая, на 77 кВт-часов, которая по устаревшему, но всё ещё актуальному в Китае циклу NADC обеспечивает более полутысячи километров хода. Стоит такая машина 4 650 000 рублей и предлагается в белом или синем цвете. И совсем уж в небольшом количестве в Россию попал новейший мультивэн поколения T7. На европейский рынок машина вышла прошлой осенью, но ввиду дефицита представить её в России московский офис не успел. Теперь их поштучно везут частники и дилерские фирмы. Все автомобили переднеприводные с семиступенчатым роботом. Но есть как стандартные, так и удлинённые на 20 см версии. Единого прайс-листа нет, но самые дешёвые экземпляры из представленных стоят примерно 7,5 миллионов рублей. За самые дорогие просят 9 миллионов.